Восвитая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуя Марина Джалая, глядите у ГТМ выпуску. Дата вызначена, выбору мясовая совета отбудутся 18 лютого. Попереджение злочинности. Сюня у Гомеля обмерковали профилактичные меры. Трагичная помылка цаной у два человечея життя. Смеротное ДТЗ отбылось в Мазырском районе. Право быть самостоянным. Мобильный додаток штурман до помогания ведущим людям. Головная ёлка региона. У Гомеля приступили до сборки ее металичного каркаса. А зараза обгеты мы иншим больше подробязна. Выборы у мясовая советы депутату отбудутся 18 лютого 2018 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння подчас рабочей сустречы со старшынёю Центрвыбаркамы Алидзей Ярмошиной подтрымал пропанову призначать их минавито на гэтую дату. Президент таксама доручил мясовым уладам и губернаторам максимально садзенничать выборчай кампании. Особливо с подрыхтовкой участков для голосования. Гэта дазволит зэкономить бюджетные сродки и провести выборы на традиционно высоким организационным узроўні. Протягываем выпуск. Профилактичная работа у Гомеля была на парадку дня областной координационной нарады по боротьбе со злачынностью и коррупцией. На фоне агульного знижения у зроўню злачынности по в области у Гомеля криминогенная ситуация застается напруженной. За непоконность выкликая сё летний рост колькостю порушэння у закону по линии криминального вышуку и подлетковой злачынности. Больше стало злачынство здейсненных у стане алкогольного опьянения те особами, які мают судимость. А таксама выпадкам махлярства. Основные передумовы для суперасправных деянеў, пьянства и працонная незанятость. Умовы по спяховой профилактике узгодненные скоординованные деяне правооховных органов и всех затекавленных службов. Однако проверки супрацонников органов прокуратуры свечать, не завсёды гэта работа вядецца на належном узроўне. В городе Гомеля отмечается рост преступлений против собственности. Особую тревогу вызывает рост мошенничества. В большинстве случаев жертвами этих мошенничества становятся престарелые, малообеспеченные граждане. Очень много мошенничества связано с ненадлежащим выполнением договорных обязательств. Когда граждане берут деньги авансовые с выполнением тех или иных услуг, в итоге никакие работы не выполняют. Органами прокуратуры области проведена проверка работы субъектов профилактики города Гомеля. Установлены, выявлены факты нарушений со стороны субъектов профилактики, таких как здравоохранение, органов образования, органов внутренних дел, жилищно-коммунальных служб города. Выником координационной нарады стали конкретные мероприемства, накерованные на повышение у Гомеля эффективности работы по профилактице злочинствам. Страшная авара сёння ранеца отбылась недалёка от Мазыра. Увы, не кула бавого сутыкненья загинули два человеки – водители автомобилей. Смиротное ДТЗ отбылось на первом километре подъязной дороги до Мазырского НПЗ. 39-годовый Мазыранин за рулём БМВ, спрабуючий зарабить обгон с подорожных автомобилей у месты, где это заборонено, сутыкнулся с устрешным Рено Меган Сценник. От удару БМВ откинуло на некальки метров. У Рено загорелся. Яго водитель, 58-годовый Жихар Нароли, загинул одразу. Водителя БМВ медыки у машине худкой допомоги спрабывали выратывать, але не сдолили. У гэтым годзе Мазыранин на три месяцы был позбавлены право керования транспортными сродками за тое, что и здесь не обгон у неналежным месты. По факте авары, следшие проводят проверку. У некоторых микрорайонах Мазыра объявлены карантин за шалёной лесы. Нагадаем, 12-го листопада у Мазыры лиса напала на прохожих. У сего за некальки годин драпежница поспела укусить 9 гораджан. Утымлик у троих дятей, молодшему, с яких 4 годы. Лабораторные доследования подтвердили, что дикое живёло хворило на шаленство. У сувеси с гэтым, у некоторых микрорайонах города обвешенный карантин на 60 дён. Не пропаливай своё житё. По таким девизам сегодня стартовала республиканская акция Министерства по надзвычайных ситуациях. Она будет проходить у 4 этапы и протягнется до 1-го снежня. Головная мета – попереджение пожару по причине неосережного звороту за огнём прокуренни. В начале года в нашем регионе зафиксовано больше 240 подобных у сгораний. У их вынику 32 человеки загинули и 17 отримали травмы. Зачастую такие пожары происходят по единому сценарию, когда человек выпил, закурил, уснул и не проснулся. К сожалению, человеку достаточно всего лишь несколько вдохов для того, чтобы потерять сознание и всего несколько минут для того, чтобы получить смертельную дозу угарного газа. Вместе с тем, статистика фиксирует всё больше случаев, когда установленный в доме автономный пожарный извещатель вовремя предупреждает человека о возникновении пожара и путём подачи мощного звукового сигнала способен разбудить даже спящего человека. Первый этап профилактической акции «Не пропаливай свою жизнь» в Гомеле провели в центре города. Городжанам пропоновали обменять сигарету на цукерку. Активисты молодежной организации «Веретовальников пожарных» провели флешмоб. Самой ведущей частью акции стала демонстрация процесса развития пожара в жилом помешкании. Для этого невеликие дровлянные домики кидали непотушенные сигареты. Для наступных этапов акции рыхтуют и другие интересные сценарии. Традиционно в середине листопада во всем свете проводятся мероприемства о поддержке тех, кто тратил зрок и опынулся в тяжкой житевой ситуации. Сейчас в Украине проходит акция на приёме у выконками «Человек с белой палкой». В ее рамках слепые люди на практике демонстрируют, как можно самостоянно ориентоваться в городе. Допомогает иму гэтым мобильный додаток «Штурман». Наталья Капрыленко с подробностями. Белая палка и смартфон в руках. Выход у город с таким рыштунком для Дмитра не перший. Молодый инвалид по зроку уже некольки месяцев освоил перемещение по городе по новой мобильной программе «Штурман». В якости его любой абонент, с которым звяжется по телефоне слепый человек. Те удаден на выпадку «Пилот». Его задача – накеровывать камеру смартфона на простору перед собой. Штурман в очи пилота прокладывая маршрут, рассказывая, якобы из тіперошкоды и трапить у потребный будынок. Сегодня в очаме молодого инвалида был его сябр. Доволе часто диспетчерами и штурманами выступают волонтеры з любого кутка Беларуси. Для незрячего человека это очень хорошее подспорье. То есть это нельзя сказать, что это основное. Можно на это полностью займеть хороший смартфон, и это приложение поставить, и так ходить по городу. Все равно проходить реабилитацию какую-то, то есть научиться ориентироваться с тростью. И штурман – это очень хорошее подспорье, потому что очень хорошо позвонить и обратиться к тому человеку, который на расстоянии, и он благополучно хорошо может провести. Да, я сегодня пришел в комитет, чтобы предложить, чтобы людям, которые имеют такие ограничения со зрением, чтобы им давали все-таки, пошли навстречу, и хорошие аппараты, хорошие, сильные, мощные такие вот телефоны. Потому что у нас было, вот недавно мы проводили тоже, вот мы ходили, тестировали эту программу, и у человека был слабенький телефон. Он вис, через пять шагов он зависал постоянно. И представьте, вот остаться ему где-то на перекрестке, и он резко завис. И ему нужна помощь. Ну хорошо, если люди будут рядом проходить и помогут. И поэтому телефон для такого приложения должен быть хороший, современный. В регионе проживая Амаль, 2000 инвалидов по зроку. Проект с применением мобильных махчимостей закликает не только молодых инвалидов, а и людей с проблемами с зроку больше сталого взрослого не бояться сучастных технологий. В чем и заключается эта акция, мы хотим при помощи наших новейших технологий покажем, как самостоятельно инвалид по зрению, тотально слепой, может спокойно идти на прием к любому руководителю любого ранга, для решения каких-то личных или должностных вопросов. Инвалиды по зроку нашего региона одними спершими в Украине опробовали новый мобильный проект. После практичного испытывания мобильного додатка у Комитета по праце социальной обороны насельства Абл-Быконкама прошел круглый стол, присвященный социальной реабилитации инвалидов и развитию безбарьерного сяродзя. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук, телерадую компания «Гомель». Сегодня сусветный день боротьбы супраць диабету. Ягумы это повысить узровень информованности насельства, проблемах этого захворывания и связанных с ним ускладнениях. Заразу Гомельской в области на диспансерному лику эндокринологов находится около 47 тысяч человек. И с каждым годом лишь бороться. Диабет бывает двух типов. Первый, возникая за недостаткового створения уластного инсулина, развивается переважно у детей и подлетков. Им необходимы штуденны уколы инсулина. Диабет другого типу выявляется у людей во взросле 45-50 годов. Больше 60% выпадков приходится на женщин. Это тлумачится у темлику и большей протяглостью життя опошних. На развитие диабета у этого типу шмат учим уплывая неправильный лад життя, який приводит до заявления лишней ваги. Так само сирот факторов ризики – спадшная схильность. И когда диабет первого типа – это незворотный процесс, то пациенты с другим типом устанут полепшить якость своего життя, когда будут выполнять основные правила. Это снижение ваги тела и физическая активность. Когда ж покажки у зровня глюкозы у крови только приближаются до критичных отзнак, важно прислуховаться до наступных парадов специалистов. Это изменение рациона, это частое дробное питание, желательно 5-6 раз в сутки, уменьшить объем порций, калорийность, в идеале хотя бы раз в год сдавать сахар крови, контролировать, если уже есть какие-то повышения, может быть даже купить аппарат, который будет помогать мерить сахар крови в домашних условиях, глюкометр. Ну и добавить какую-то физическую активность хотя бы три раза в неделю. Раньше всегда считалось, что сахар должен быть в порядке. Вот обычно проверяли только точковую глюкемию. Сейчас же важно смотреть за сахаром в течение дня, особенно после еды. Он утром может быть очень даже неплохо, после еды превышает нормы. То есть после еды есть тоже свои нормы у сахара. На площади Ленина у Гомеля подшали сборку металличного каркаса головной елки в области. Ее вышиня складя маль 32 метра. Монтажные работы все лет распочались на два тыдни ранее звычайного. Причиной тому несприяльные умовы на дворье, яке ускладняют работу на Великой Вышине. Кроме того, супрационники Горсапа узгадняют сдержавты инспекции схемы руху транспорту расплошу, как размежевать место для светкования и захавать безпеку. После установки елки пошнется яе упрыгоживание цацками светловой иллюминацией. Гомельская ЖКГ обетца инновации, правда, пакуль тримая их у сокрети. Вядома, что окроме елки на площади з'явятся резиденция Деда Мороза, светловые архитектурные формы, зорное небо, город Майстров и гандлевые роды. Завершить святочное упрыгоживание плануется до середины снежня. В Гомеле прошел первый фандомный фестиваль «Фритайм Дэнс». Молодым удельникам, которые приехали из разных городов Беларуси, России и Украины, нужно было сделать максимально докладные каверы на танцы и песни корейских выканавцев. Что с этого отрималось, доведался Дмитрий Котов. Прихильникам аниме культуры из разных стран Гомель добровядомы. На протягу трех годов в нашем областном центре проходит фестиваль косплея и сучастной у сходнеазиатской культуры «Фритайм Фест». И он сбирая аматоров первосабляться у любимых персонажей аниме, фэнтези и компьютерных гульняв. У программе арт-выставы, одиночные групповые дефиле, виде косплей, танцевальные и вокальные конкурсы. Все лет организаторы вырешили у першиню провести еще один фестиваль «Фритайм Дэнс». Мы решили разделить все это. То есть сделать один отдельный фестиваль специально для людей, которые танцуют и поют. Ну, мультифандомный фестиваль получился такой. Музычный фестиваль «Фритайм Дэнс» – першин не только для Гомеля. Аналогов не истну ей во всей Беларуси. До организаторов пришло каля 800 заявок от же хороу нашей краины, а так само России и Украины. На фестиваль у Гомеля трапили 150 удельников. Активный, продвинутый фестиваль. То есть мы тут уже на самом деле не первый раз выступаем. Есть просто «Фритайм Фест», «Фритайм Фестиваль», а здесь «Фритайм Дэнс». Поэтому здесь мы первый раз, но в целом на таком мероприятии мы уже не впервые. Поэтому за привычку просто нам нравится хорошее выступление, хорошее видео. По-разному номера подготавливаются. Бывает, что можно сделать номер спокойно за две недели, а бывает, что делается несколько месяцев. В конкурсную программу склали пять номинаций. Танцевальные номеры под музыку ведомых выканавцев, вокальные номеры, короткие костюмированные выступления, данс-баттл и уникальный формат конкурсу, коли на сцене одразу выступают и вокалисты, и танцоры. Головная задача – сделать максимально докладный косплей. Каждое выступление сопровождалось гушными овациями. Существующая хореография, известные треки, энергичные танцы, захопленная публика. Усё гэта «Фритайм Дэнс». Уличывающий великий интерес до аниме культуры, у гэта «Идеи» есть будущее. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокампанія «Гомель». Гэта и иншие новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершено. Всего доброго и до встречи у эфиры.